Позволите, вначале прочитаю два маленьких стихотворения, так сказать, чтобы задать тон, а потом сказку, если вы не правы. Солнце луч, как рыжий кот, блеск тебе в окошко. Я завидую ему, ну, совсем немножко. Может лечь тебе на грудь, нежно чмокнуть в щеку, и, взобравшись по руке, рассмешить немного. Может снова усыпить мир, окутав лаской, и, вернувшись в детство, ты вновь увидишь сказки. Может просто рядом лечь, согревая ложек, но любить тебя, как я, никогда не сможет. Тогда я вам Бог. Я так хочу послушать тишину в густом лесу, услышать крик кукушки и дядла стук сквозь лесоглубину, сквозь мачки сосен где-то на опушке. Я так хочу увидеть синеву небес, взлетев однажды птицы, подняться к облакам и раствориться в тумане предрассветном на лету. Хочу измерить глубину морей, увидеть мир подводный океанов, морских драконов и морских коней, дождем пролившись как-то утром рано. И, окунаясь в красок многоцветия, по радуге подняться, жизнь вдыхая, и этот мир, любовью согревая, отдать тебе однажды на рассвете. АПЛОДИСМЕНТЫ Это не самый последний, но и последний. А теперь сказка. Мы когда сидели там, перед тем, как зайти сюда, было много слов о том, что все-таки судьба – это судьба, и куда не деться, от судьбы не уйдешь. Я думаю, именно это хорошая тема по этой, на эту тему и сказка. Однажды один шаг за д, и я буду говорить так, как привык говорить обычные слова, если это где-то, может быть, и азербайджанские, может быть, где-то другой национальности, но я буду говорить, как я знаю. Однажды шаг за д, со своей свитой поехал на охоту. Естественно, шаг за д впереди, пришпорил коня и ушел вперед. Света отстала. Где-то на опушке леса шаг за доподнял, что остался один. Стал искать дорогу, дорогу не нашел. А слез с коня, переночевал, рано утром встал, стал искать путь. Но в густом лесу, дороги не найдешь, увидел где-то струйка дыма. Пошел на этот дым. Подходит, смотрит, какая-то хижина старая. Заходит в хижине, сидит старик, седой-седой. Одной рукой перебирает четки, а другой рукой что-то пишет в какой-то старой, но толстой книге. Шаг за д поздоровался, старик ему ответил. Шаг за д стало интересно, что старик пишет в этой книге. На его вопрос старик сказал, мол, это тебе не нужно, тебе это не касается. Нет, все-таки мне интересно, что ты там записываешь. В конце концов, старик ответил, что это книга судьб. Что в этой книге судьбы всех людей. Шаг за доза стало интересно, какая же его судьба. И он стал уговаривать старика, мол, расскажи мне мою судьбу. Старик долго отнекивался, но в конце концов, открыл нужную страницу и сказал, твоя судьба – жениться на больной дочери самого бедного пастуха в вашем шарстве. Да что ты говоришь, такого не может быть. Я принц, я шаг за д, и вдруг на какой-то пастух, больная дочь, о чем ты говоришь, разгневанный, шаг за д, и вдруг шел. Ну, естественно, опять же, дороги нету. Пошел, куда-то заглядят. Нашел узкую тропинку, и по этой тропинке вышел на опушку, на другую опушку леса. Это было уже поздний вечер. Он увидел, какой-то голодранец сидит во дворе старой развалившейся хижины и раздувает костер. Он подошел к нему, поздоровался, пожелал доброго вечера. Спросил, мол, как, что, где я могу остановиться, переночевать. Мол, я заблудился, не могу найти дороги. Этот человек склонился перед ним и говорит, господин, я твой раб. Твое желание для меня закон. Я могу, что у меня есть в доме, поделиться с тобой, уложить тебя спать, а утром помочь тебе найти дорогу. Ну, шаг за д, и было. Другого, и он согласился. Когда они скромный ужин прошел, шаг за д, и спросил, а где же он будет спать. И старик говорит, там в комнате спит моя больная дочь. Как больная дочь? А ты кто? Я пастух у твоего отца. Шаг за д задумался. Значит, тот старик, который говорил о больной дочери, о моей судьбе, был прав. Я пришел сюда. Но все равно этому не бывает. Такого не может быть, чтобы принц шаг за д, женился на дочери, тем более больной, какого-то бедного пастуха. Он ни слова не сказал, согласился. Пастух его уложил в той же комнате, где спала и больная дочь. А сам со своей женой остался ночевать во дворе. В средней ночи шаг за д, встал, вытащил кинжал и ударил кинжалом девушку. И пока еще было темно, ушел. С трудом он вышел из леса и увидел свою свиту, которая его разыскивала уже два дня. Когда он ударил девушку, он оставил возле девушку, как это называется, кисет, нет, вот это, мешочек, как он назывался, кошелек с деньгами, будем так говорить. Специально? Кисет. Да, мол, как искупление. Кисет и назывался, по-моему. Как искупление, мол, человек сделал дырак и как искупление оставил золотыми монетами. Прошло время. А у этой больной девушки, оказывается, болезнь была простая, водянка. И когда шаг за д, ударил ее, он попал по животу. Вышла вот эта вся болезнь, вместе с водой, с кровью, все вышло. Ну, тут немножко, знаете как, это же сказки волшебные, тут все можно производить. Девушка выздоровела. На эти золотые пастух купил в городе дом, поставил магазин, разбогател и все прочее. Прошло, прошли годы. Девушка расцвела, стала красавицей. Первой красавицей шахства. Как-то мимо проходил шах за д, со своей свитой, увидел девушку, красивую. Он не мог отвести от нее глаз. Пришел к отцу и говорит, я хочу жениться. Есть у нас в шахстве девушка, красивей, которую я никогда не видел. Отец сначала отнекивался, но в конце концов, когда шах за д, сказал, или она, или я, согласился. Сыграли свадьбу. Пошло время. Сестры шах за д, со служанками и с женой, как-то купались в бассейне. И они увидели, у нее на животе шрам. Стали интересоваться. Она ничего не рассказала. Они пришли, естественно, рассказали своему брату. Оказывается, у тебя у жены на животе есть шрам. И она, интересно, она нам ничего не сказала, спроси. Когда он спросил у своей жены, откуда шрам, она ему рассказала, что так и так, когда-то. Вот такой случай. И тогда шах за д, удивленный тем, что произошло, понял, что от судьбы никуда не уйдешь. И если сегодня мне суждено было приехать сюда и рассказать вам эту сказку, все равно это случилось. Так давайте выбьем. Выбьем за это.